Оружие Второй мировой. Тяжелые бомбардировщики. Итак, тяжелые монстры, несущие тонны бомб на огромные расстояния. Да, это они. Четырехмоторные махины, ощетинившиеся стволами, с большими экипажами. Бронированная и вообще краса и гордость любой авиации. Далеко не все страны смогли создать такую авиацию. Французы, например. У них был весьма и весьма приличный проект от Бригетта. Бригетта-БА-482 и даже собраны экземпляры Блох МВ.162, но дальше одного-двух экземпляров дело не пошло. Увы, у Бригетта-бомбардировщик очень даже солидно смотрелся. Бригет. Бригет. Бригетта-482. Блох МВ.162. Потому мы будем рассматривать те самолеты, которые реально воевали на фронтах Второй мировой войны. Неважно, с каким успехом, но воевали. 1. Хейнкл Хи. 177 Греев. Германия, 1939. Не знаю, как правильно относиться к выводам доморощенных экспертов, которые называют Грифон неудачей. Причем совершенно не важно, неудачи Хейнкеля, Министерства авиации, Геринга, Гитлера. Главное неудачей. Между тем неудача была выпущена в количестве больше тысячи единиц, воевала, а по сути самолет был замечательный. Вообще, в нем банда Хейнкеля умудрилась реализовать абсолютно все технические новинки того времени, вот в мирных бы целях их энергия. Но никакие гениальные конструкторские решения не помогут, если сами авиационные круги погрязают в подковерных играх. Ну а то, что дальняя, стратегическая авиация оказалась неподъемным грузом для промышленности Германии. Так оно и в СССР выпустить больше сотни П-8 не смогли по разным причинам. И что же такого необычного было в Грифоне? Спаренная двигательная установка. Да, вначале ей сказал, что речь сегодня пойдет о четырехмоторных тяжелых бомбардировщиках. Не соврал, моторов у НИ-177 было четыре. Точнее, два 12-цилиндровых V-образных агрегата, созданных на базе TP-601, монтировались рядом и работали на общий вал через редуктор, связывающий оба коленвалу. И это называлось TP-606. Дистанционное управление стрелковыми установками, имевшими значительно меньше аэродинамическое сопротивление по сравнению с башнями с ручным наведением. Очень полезно. НИ-177 считался опасным и недоведенным самолетом из-за проблем с двигателями, но пилоты из специально созданной испытательной эскадрильи 177 были иного мнения. Они весьма хорошо приняли приятный в управлении бомбардировщик. НИ-177 и А3-3 стал первым носителем управляемого оружия управляемой бомбой Хеншель 293. Он мог тащить три таких бомбы, две под консолями и одну под фюзеляжем. Кстати, по итальянским кораблям у Абами успешно отработали именно грифоны. Достоинства. Хорошие летные и боевые качества. Недостатки. Общая недоработанность машины. Красиво жить не запретишь, даже в такой откровенно небогатой стране, как Италия. В целом, зачем им тяжелые бомбардировщики, сказать сложно. Но для престижа Дуча Муссолини хотел иметь хотя бы одну авиагруппу, а там, глядишь, пригодится. Разрабатывали проекты несколько форм. Дошло даже до того, что хотели лицензионно строить американский В-17, но не случилось. Но в итоге более-менее внятный тяжелый бомбардировщик получился у фирмы Пьяджо. Хотя ну очень похожий на В-17. Несмотря на явное заимствование отдельных частей, итальянская летающая крепость оказалась тяжелее в управлении и ЛТХ были изрядно похуже. А в общем, это был достаточно современный самолет, выполненный по передовой технологии. Вообще, итальянцы смотрели на применение немцами FW-200 Condor в качестве патрульных и противолодочных самолетов. Было с чего, из вечного соперника Францию никто не отменял, а в Средиземном море англичане сидели, как у себя дома. Горячие итальянские парни собирались подвешивать к самолету аж три торпеды. Одну в бомболюке, и две на наружных узлах. Подразделение получило громкое имя, а как иначе в той Италии, рыцарь океана, а командиром стал сын Дуччи, Бруно Муссолини. Правда, командовал рыцарями Бруно недолго. При отказе гидравлической системы в одном из учебных полетов, самолет упал и Муссолини-младший погиб. Катастрофа и смерть сына Дуччи сильно подорвали доверие к новому бомбардировщику. Выпуск Р-108В, и без того шедший ни шатка, ни валка, еще больше замедлился. Но некоторая часть оборудования была заменена более надежным, немецким. Бомбардировщик Р-108В оставался на вооружении итальянских ВВС до выхода Италии из войны, а его транспортный вариант прослужил в Люфтваффе до капитуляции Германии. Но боевую карьеру самолета удачно не назовешь, применялся он совсем уж эпизодически и без особого рвения итальянских пилотов. В целом Р-108В можно назвать вполне современным самолетом, но его так из-за войны не довели до ума. Ненадежные двигатели и оборудование, весьма посредственное и тяжелое управление. Содержать многочисленную стратегическую авиацию Италия была не в состоянии, а считанные боевые вылеты единственной эскадрильи Р-108В никакого влияния на ход военных действий оказать, естественно, не могли. Но можно просто поставить галочку, итальянцы смогли создать ассирийно построить тяжелый дальний бомбардировщик. Достоинства не нашел. Недостатки, в целом сырой самолет. 3. Петляков П-8 СССР, 1941 О Пе-8 мы буквально недавно поговорили, остается только сделать короткий дубль. Это была весьма хорошая машина, со своей изюминкой. Единственным минусом ее была извечная чехарда с двигателями и небольшое количество выпущенных самолетов. В принципе, цели для Пе-8 не было. Работать в прифронтовой зоне бомбардировщик не мог, так как с одной стороны, этим было кому заняться, с другой бомбардировки точечных объектов с большой высоты вообще смысла не имели. В итоге реально точечное применение Пе-8 единичными вылетами не сыграло никакой роли в войне. Но как гол престижа вполне. Мне кажется, большую пользу Пе-8 принес, перевозя экипажи для перегонки самолетов в Великобританию. Достоинства Хорошие ЛТХ, неплохое вооружение и бомбовая нагрузка. Недостатки Слабое место Разномастные двигатели и небольшая серия 4. Boeing P-17 Флэнг Фортресс США 1936 Летающая крепость Что еще можно добавить? Действительно, крепость Действительно, летающая Единственной проблемой В-17 всю его службу была уязвимость от лобовых атак. Самолет был создан как сухопутный бомбардировщик, ориентированный на работу по кораблям. То есть, способный причинить урон кораблю любого класса, включая самые крупные. Летающая крепость сразу стала легендой благодаря своей способности возвращаться на аэродром даже при значительных повреждениях. Действительно, прочность и надежность стали визитной карточкой В-17. Были зафиксированы случаи, когда измолоченные немецкими истребителями крепости приползали на двух, в лучшем случае, моторах из четырех. А бывало, что и на одном. Вступили в В-17 в войну в 1941 году в рядах королевских ВВС. И занимались они дневными бомбардировками немецких заводов. Крепости сбросили только в Европе 650 195 тонн бомб. Для сравнения, В-24 сбросили 451 690 тонн, а все остальные американские самолеты еще 420 500 тонн. Соответственно, и немцы лупили по крепостям так, что только дюраль клочьями летел. Только признанные потери ВВС США составили 4752 единицы В-17, что фактически треть от общего числа. Только 14 октября 1943 года, в черный четверг, немецкие истребители и ПВО сбили 59 машин из 291 атаковавших заводов в Германии. Еще одна крепость утонула в Ла-Манше. Пять разбилась в Англии. 12 были списаны из-за боевых повреждений или повреждений при посадке. Всего потеряно 77 машин. 122 бомбардировщика были отделаны так, что нуждались в капитальном ремонте. Только 33 В-17 вернулись без повреждений. Достойный самолет. Прошел всю войну, и прошел достойно. Достоинство. Живучесть. Летные качества. Вооружение. Недостатки. Уязвим для атак с фронта. Пять. Консолидейтед Би. 24 Либератор. История началась в 1939 году, когда в ВВС США начали прикидывать, чем будут менять В-17. В итоге получился самолет несколько меньших размеров, зато с большей дальностью полета и скоростью. Воевать либериторы, как и крепости, начали в Британии. Более того, их даже вооружали как английские самолеты, то есть, вооружение В-24 состояло из 67,69 мм пулеметов, два в хвосте, один в носу, по одному в обеих бортовых точках и один в люке снизу. Маловато, если по-моему. Браунинги 12,7 мм это все-таки более уверенные агрегаты. Британцы начали массово переделывать В-24 в противолодочные самолеты, парни Деница уже реально начали доставать империю своими волчьими стаями. Под передней частью фюзеляжа разместили контейнер с 20 мм пушками, поставили на машины РЛС, антенны которых смонтировали в носу и на крыльях, предусмотрели подвеску в бомбоотсеке глубинных бомб. Но в основной своей массе В-24 занимался тем же самым, что и В-17, то есть, таскал тонны бомб и вываливал их на немецкие города, ну или на острова, занятые японцами. Однако пилоты немецких и японских истребителей быстро обнаружили, что Либерейтор, как и крепость, совершенно не защищен от фронтальных атак. И если у немцев слабовыми было так себе, то вот японцы начали сбивать В-24 так, что пришлось довооружать самолет. Не сильно помогло, правда. Хоть и были установлены еще два пулемета 12,7 мм, стрелявшие вперед, но они имели весьма большие мертвые зоны. Но тем не менее, остановить Штаты, которые взяли Росбек в производстве самолетов, уже оказалось невозможно. И модернизации следовали одна за другой, и количество четырехмоторных монстров было просто ошеломительным. И здесь есть такой нюанс, именно выпуском огромного количества дальних тяжелых бомбардировщиков, которых потом сменили стратегические бомбардировщики, зародилась новая военная доктрина США. В целом же В-24 так же как его предшественник прошел всю войну на всех фронтах, где принимали участие авиация и США, и Великобритании. Достоинство, скорость, живучесть, дальность. Недостатки, уязвим для атак с фронта. 6. Хандли Пейдж. Алифакс. Великобритания, 1941. Галифакс, хоть и опоздал к началу войны, тем не менее, отпахал ее до самого последнего дня. Причем, не только в королевских ВВС. Бомбардировщик состоял на вооружении ВВС Австралии, Новой Зеландии, Канады. Галифаксы очень своевременно сменили стирлинги, которые явно были мишенями для немецких истребителей и фактически ничего не могли им противопоставить. Первый свой рейд Галифаксы совершили в ночь с 11 на 12 марта 1941 года на захваченный немцами французский Порт-Гавр. Это был дебют, за которым последовало множество других операций, суть которых была классической бомбардировкой. За время службы в королевских ВВС Галифаксы совершили 82 773 самолета вылета и сбросили 224 тысячи тонн авиабомб. Всего было построено 6 178 Галифаксов различных модификаций потери составили 1833 самолета. Вообще, из Галифакса получился очень неплохой многоцелевой самолет. Он боролся с подводными лодками в противолодочной комплектации, буксировал планеры, сбрасывал грузы партизанам в Югославии и Польше, высаживал десанты. И это один из немногих самолетов, чья карьера продолжилась и после войны в качестве грузового и пассажирского самолета. Достоинства. Крепкий середнячок. Недостатки. Дальность действия и вооружения. 7. Авра-Ланкастер. Великобритания. 1941. Вот тут британские инженеры могут воскликнуть. Мы не специально. Так вышло. Действительно, Ланкастер появился из проекта среднего бомбардировщика и однозначно стал самым-самым британским бомбардировщиком. Его разработка началась, когда в Европе уже три месяца шла война, но к тому времени, когда война кончилась, ланкастеров было построено уже около 7300. Причем, использовались они так интенсивно, что около половины, 3345, были официально потеряны при выполнении боевых заданий. Ланкастеры сбросили на противника более 600 тысяч тонн бомб. Не мудрено, что и потери соответствующие. Вообще для второй половины войны оборонительное вооружение было откровенно и слабовато. Понятно, почему британское воздушное командование перешло на ночные полеты. Воевать пулеметами винтовочного калибра против бронированных немецких истребителей с каждым годом становилось все сложнее. А появился ланкастер как компромисс. С одной стороны, проект фирмы «Эвроманчестер» был забракован. Потому в конструкции четырехмоторного «Манчестера» были использованы элементы серийного «Манчестера» по полной программе. Хвостовое оперение, шайбу стабилизатора, носовую «ФН-5» и хвостовую «ФН-4А», турели «Фрезернэш» и многое другое. Ланкастер строился в больших количествах, но существовал только в четырех серийных вариантах, двух основных и двух менее важных. Это весьма разумный подход в условиях войны. Выпускался один и тот же самолет, улучшение характеристик происходило только путем модернизации двигателя «Мерлин». С середины 1942 года до конца войны ланкастер был главным оружием бомбардировочного командования. На его счету уничтожение предприятий «Рура», в том числе и преснопамятная операция по разрушению плотин. И именно ланкастеры в итоге доконали терпится и тем самым избавили адмиралтейство от проблемы замены памперсов. Наконец-то Британия снова могла спокойно править морями. Большая часть ланкастеров, переживших войну, была пущена на слом, но небольшая часть была продана в другие страны и использовалась в качестве мирных самолетов. Французские ланкастеры служили в Северной Африке до 1961 года, а в южной части Тихого океана, в Нумио, до 1964 года. Достоинства Хорошие летные качества Беспримерная бомбовая нагрузка Недостатки Слабое оборонительное вооружение Они действительно были в некотором роде высшей точкой развития бомбардировочной авиации, далее настала пора реактивных бомбардировщиков, но эти самолеты были именно тем, чем они были, символом тотального уничтожения всего на Земле. Продолжение следует...